Ну, в данном докладе я расскажу о системе, предназначенной для планирования оптических наблюдений транзиентных источников в больших полях локализации с помощью распределенной сети телескопов. Значит, план доклада перед вами. И согласно плану мы обозначим цель данного проекта, познакомимся с объектами исследованиями и тактиками наблюдения, подробно рассмотрим архитектуру, я покажу результаты планирования реальных событий и обозначу основные выводы по данной работе в заключении. Итак, целями данного проекта являются первое. Мы, во-первых, хотим получать алертные сообщения о транзиентных источниках из сервиса GCN. Данный сервис сейчас переходит на протокол Kafka активно с сокетов. Далее мы хотим извлекать необходимую информацию из данных сообщений. И эту информацию мы хотим в удобном виде рассылать подписчикам через Telegram-бот. Соответственно, мы, естественно, хотим планировать наблюдение данных событий с помощью оптических телескопов, рассылать данную информацию через бота. И одним из требований очень важным было для нас, чтобы данный проект работал в режиме реального времени, ну или хотя бы близко к реальному времени. Объектами нашего исследования являются так называемые быстрые красные космологические транзиенты. Среди них можно выделить это гамма-сплески, это сверхновые события с определенным разрушением, а также килоновые. На текущий момент особо интересными являются такие события, которые ассоциируются с коллекционно-волновыми источниками, которые регистрируются детекторами Лайга, Гирга и Кагра. Собственно, на рисунке здесь представлена анимация одного из такого известного события 2017 года, это слияние двух нейтронных звезд. Так вот, данный тип транзиентов имеет следующие наблюдательные свойства. Во-первых, их яркость изменяется довольно существенно. Например, в случае гамма-сплесков яркость может изменяться нескольких звездных величин в сутки. Данные источники, как известно уже из названия, имеют красные астрономические цвета. Собственно, это и есть индикатор их космологической природы. Если мы говорим о галлюцино-волновых событиях, то их область с локализацией составляет порядка тысячекратных градусов, если мы говорим о детекции только в галлюцино-волновом канале. Собственно, это и является причиной, потому что до сих пор известны только два электромагнитных транзиента, связанных с такими галлюцино-волновыми слияниями. Первый из них это гамма-сплес 1708-17, и его ассоциирование с ним килоновая от 2017 джифового. И, собственно, гамма-сплес 1904-25 ассоциирование с одноименным слиянием. А как мы хотим вообще наблюдать транзиенты таких слияний в оптике? Для этого используется несколько тактик. Первая тактика представлена на левом рисунке. Значит, метод заключается в следующем. Представим, что у нас есть сеть широкоугольных телескопов. Мы просто организовываем мозаичный обзор области локализации данного события. И при этом эффективность обзора зависит, в первую очередь, от площади локализации, затем от филда-вью телескопа, времени экспозиции кадра и темпа перевода телескопа от одной площадки к другой. Следующая тактика, которая тоже используется, это наблюдение архитических галатик вот таких транзиентов внутри данной области локализации. Это можно осуществить с помощью обычных узкопольных телескопов. Ну и в целом никто не мешает в наличии широкой сети, объединять эти обе тактики. И здесь, на мой взгляд, наиболее эффективно наблюдать наиболее вероятную область с помощью широкоугольных телескопов, так как у них большая, так как они очень быстро могут сделать обзор. А на периферии уже наблюдать с помощью узкопольных телескопов. Ну и как удачный пример проведения таргетированных наблюдений, я не мог обойти стороной случай обнаружения оптического транзиента от события 17.08.17. Здесь, собственно, на левом рисунке представлена область локализации данного события. Это уже финальная, так называемая, область. Ее площадь порядка 30 градусов. Данный транзиент был найден с помощью сети однометровых телескопов, названных UOMETR телескоп Survei. Обнаружение произошло через 11 часов после обнаружения галлюцино-лунного источника. Данный источник находится в крыле галактики, который располагается на расстоянии порядка 40 мегапарсек от нас. Специально для нужд таких таргетированных наблюдений астрономы разработали компуляционный каталог. В текущем исполнении он называется Glade+. В нем представлен список потенциальных радиусских галактик, таких транзиентов. В нем указаны различные параметры, естественно, включая расстояние до объектов, звездные величины, а также оценки вероятности слияния двойных систем. В таких галактиках. Заметим из левого рисунка, что плотность каталога довольно большая. Это порядка 500 источников на квадратный градус. Но если мы возьмем ограничение на расстояние к галактикному источнику, то количество объектов в квадратном градусе существенно уменьшится и составит там несколько источников на квадратный градус. В данном случае, когда мы осуществляем планирование таргетирования наблюдений, мы используем следующие ограничения, представленные внизу слева. Здесь правая граница двинута подальше, потому что у нас каталог не полный. Полнота каталога 100% только на порядка 50 мегапарсеках. Потом значительно уменьшается, что, собственно, видно на правом рисунке. Говоря о различных тактиках наблюдений, я подразумевал наблюдения для распределенной сети телескопов, как я уже говорил. В нашем проекте мы данные потребности учители для сети, с которыми мы работаем. Это наблюдательная сеть IKERAN или GRB Keyful Up Network. Список телескопов и используемые фильтры представлены на слайде. Также здесь представлены звездочками расположение их на карте. И чтобы осуществить планирование для такой обширной и разнородной сети, мы разрабатываем программную систему AWARE. Диаграмма этой системы представлена на данном слайде. Архитектурно программа выполнена как исполняемый бетоновский модуль, состоящий из двух потоков, который запускается, скажем, параллельно. Первый поток – это планировщик. Он занимается обработкой калерных сообщений, планирует наблюдения, составляет сообщения, которые через асинхронную очередь передаются в Telegram-бот, и Telegram-бот уже рассылает их подписчикам. И, собственно, Телеграмма умеет реагировать на некоторые команды. Приложение настраиваемое. У него есть YAML-конфигурация. Присутствует простая SQL-база данных, в которых, в том числе, хранятся список транзиентов и параметры подписки пользователей. Генерируемые планы наблюдений хранятся на диске. Основной стык технологий, который использовали при разработке данного приложения, представлен в левой части слайда. А теперь я хотел бы более детально рассмотреть блоки данного приложения. И начнем с обработки сообщений. Диаграмма обработки представлена на слайде. Сначала у нас на вход поступает сырое VioEvent, алертное сообщение. VioEvent – это, на самом деле, XML-файл с немного другим заголовком. И в будущем GCN планирует избавиться от данного формата и перейти на JSON-файлы с определенными разорваниями схемами. Ну, пока имеем дело с XML-файлами. Дальше, согласно топику, мы находим партию, обрабатываем это сообщение, извлекаем необходимую информацию. Это название транзиента, время и дата регистрации. Если есть, то параметры области локализации, ну и другие параметры в зависимости от конкретного инструмента, который это сообщение прислал. Далее мы производим кроссматчинг события с уже заранее записанными событиями в базе данных и по координатам, и по времени. Если область локализации уменьшилась, то есть если мы скроссматчили данные события с каким-то другим в базе данных и у нас область локализации уменьшена по сравнению с записанной в базе, то мы запускаем планировщик. Планировщик задает планы, отправляет их пользователям. Далее рассмотрим немножко архитектуру Telegram-бота, который занимается рассылкой сообщений. Выглядит он следующим образом. Telegram-бот асинхронный, построен на основе пакета iogram, имеет несколько команд. Самые главные команды это sub и unsub, то есть это подписаться или отписаться к боту. Также можно посмотреть настройки подписки через команду My Settings. Команда FindChart позволяет для указанного транзиента посмотреть поисковую карту с помощью обзора dss2.filtrier. Для этого мы используем запрос к сервису Skyview. И, собственно, планировщик, согласно параметрам подписки, отправляет пользователям и сообщения, и наблюдательные планы. Так, далее. На данном слайде продемонстрирована диаграмма планировщика. Согласно ей, мы осуществляем планирование событий. Если мы говорим об событиях, связанных с Лайдой Вирго, то есть грационно-волновыми слияниями, то мы планируем только для тех событий, у которых false alarm rate меньше 10 штук в год. То есть это для слияния двух нейтронных звезд, или нейтронной звезды и черной дыры, а площадь от полиции при этом должна быть менее 300 квадратных градусов. В автоматическом режиме мы планируем наблюдения для первой эпохи наблюдений, и распределяем галактики или площадки наблюдения, если мы говорим про мозаичный обзор с перекрытием. То есть несколько разных телескопов могут наблюдать одни и те же галактики или площадки согласно плану, на данном слайде представлен пример работы планировщика. Слева планировщик стал сообщением, и вот такое сообщение пользователь увидит в Телеграме. По центру это карта покрытия области локализации самого события с помощью указанного здесь телескопа. В данном примере это телескоп ПС-32 в Ростоманской обсерватории. И справа, собственно, пример сгенерированного плана. В данном случае план представляет собой простую ASCII-таблицу с четырьмя колонками. Перед две колонки – это координаты источника, третья колонка – это параметр экспозиции, и самая крайняя колонка справа – это фильтр. И мы, конечно же, еще у нас есть поддержка формата лист. Он доступен для телескопа, который управляется автоматизированной системой управления, такие как ForteHouse или KDS. Так, а теперь я бы хотел рассмотреть алгоритмы планирования. На данном слайде представлена диаграмма алгоритма мозаичного обзора. На вход подается область локализации в формате Hill-Pix. Это как бы ФИЦ-изображение, по сути. Далее Филдовью телескопа – порог вероятности и размер окна. Далее область локализации трансформируется, сетка преобразуется таким образом, что размер ячейки данной сетки равен Филдовью телескопа. Извините, забыл по-русски слово. Далее мы заполняем все пиксели области локализации нулями, которые меньше вот этого трешхолда вероятности. Далее мы определяем наиболее вероятный пиксел. От этого пикселя мы начинаем планирование. Далее внутри окна, которое отцентрировано на данном пикселе, мы определяем следующий наиболее важный. И таким образом мы идем в порядке уменьшения вероятности, пока последний пиксель не достигнут. И в конце мы получаем список уже ассортированных площадок в порядке оптимальном для наблюдения данной области. В такой реализации, как показано в правом рисунке, путь обхода представляет собой что-то вроде спирали. Это обеспечивает также отсутствие резких перенавидений между площадками, так как монтировки телескопов часто не позволяют на большие угла и расстояния быстро перемещать телескопы. На данном слайде представлена диаграмма планирования таргетивных наблюдений. На обходе также подается область локализации в формате HillPix, порог вероятности. Далее мы загружаем каталог LatePlus в оперативную память, производим выбор галактик по уже указанному указанному крещению на расстояние до источника гравитационных волн. Далее мы сортируем эти галактики в порядке вероятности нахождения их внутри таких вот пикселей области локализации. Выбираем галактики, которые мы будем наблюдать в текущую эпоху наблюдений. Далее мы выбираем галактику, у которой средняя воздушная масса на протяжении эпохи наблюдения она наименьшая. С нее мы начинаем планирование и от данной галактики обход к другим галактикам мы осуществляем по методу ближайшего соседа, но в сферических координатах РАДЭК. И в итоге мы получаем, как указано на правом рисунке, путь обхода примерно такой же, как в случае мазаричного обхода, тоже спираль. Вот. О разрешениях доклада хотел бы показать парочку реальных примеров. Сейчас проходит цикл О4 наблюдений Лайга-Вирга. Начался он в мае этого года. Вот. И, собственно, на левом рисунке представлен пример планирования наблюдений для события 2305-18H. Это слияние нейтронной звезды и черной дры. Здесь вот представлен список телескопов, для которых засуществлено планирование. А справа также в качестве примера показано планирование для источника, который является слиянием двух черных дыр. дыр. Но в данном событии маленькая площадь, сопоставимая с площадью локализации всем известного GW17-0817. Вот. Ну и заключение. мы разрабатывали, разработали решение два в одном, так скажем, для рассылки, обработки альтерных сообщений о транзиентах и планировании наблюдений этих объектов. Данное приложение является open source, работает в режиме реального времени. мы применяем данное приложение для планирования наблюдений конкретно нашей сети, наброчной сети Keran, как для области локализации источников LIGA-WIRGA и также, скажем так, в кавычках обычных гамма-сплесков. Разработка приложений, естественно, продолжается. Ну и в качестве вот тех функций, которые мы планируем внедрить, здесь представлен список. Вот, также вы можете предложить какую-то свою фичу, если посчитать нужным для внедрения в данную систему. А на этом у меня все. Собственно, здесь представлен QR-код и ссылка, в которую можно перейти, посмотреть репозиторию этого проекта, если кому-то интересно. И мы также рады новым людям, которые хотят попробовать себя разработать данный проект. Большое спасибо всем. Буду рад встретить на вопросы. Спасибо. Вопросы? У меня есть несколько вопросов организационного характера. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас система сейчас уже введена в действие. Да. Как часто у вас случаются такие алерты, которые ваша система считает необходимым наблюдать? если мы говорим про Лайга-Вирга, то не часто, потому что даже из теории есть оценки, что таких событий в год немного, буквально несколько штук. То есть автоматическое планирование и направление уведомлений на телеклубы, это больше на перспективу такое, да? Да, но для обычных, так скажем, гомосплесков, у которых маленькая область локализации, это очень, ну, система очень часто работает. Каждый день, каждый день она работает. Раз в день, да, грубо говоря? Даже больше бывает. Алерты приходят, на самом деле, часто очень. Ну, я знаю, что вы же их как-то классифицируете предварительно. Ну, если область локализации большая, у гомосплесков, то мы обычно не наблюдаем. А если маленькая, то да, то такие наблюдаем. А в вашем оповещении есть какое-то указание на срочность, на ожидаемую важность события. Но я хочу сказать, что вот телескопы, которые участвуют в вашей программе, там среди них есть очень сильно загруженные, там время все распланировано. Наверное, бывают такие события, когда все должны все бросить, отказаться от запланированных наблюдений и кидаться, наблюдать. бывают такие события, которые можно наблюдать, если есть у вас такой какой-то флаг. Но здесь мы делаем только таким образом. Смотрите, если мы говорим про события лего вирга, у них есть файл с аном рейт, и на основе этого мы от нуля до единицы можем, у нас есть такой параметр как импортенс, события, которые имеют меньше порогового импорта, они просто не проходят. А про обычных всплесков, у них часто около 0,9 такое, то есть они проходят. Ну то есть что-то такое есть. Да. Часто этот параметр приводит прямо даже в его ивентах, поэтому это удобно на самом деле. А почему вам не нравится в его ивент? На самом деле с точки зрения разработки особой разницы нет, в его ивент или не в его ивент, в принципе его партия довольно просто, но просто в будущем GCN планирует перейти на другой формат. У них сейчас есть три формата, бинарный формат, обычный текстовый формат и в его ивент. А в будущем планы перейти на JSON. JSON на самом деле более распространенный в вебе, в принципе. Гораза проще его парсить. Но нам особо разницы нет, на самом деле. понятно, спасибо. Еще какие-то вопросы есть? В чате? Тогда спасибо большое. А у меня вопрос, у меня вопрос. Да, конечно. Николай, ты много говорил про пользователей, а кто пользователи этого бота? Ну, мы предполагаем, что пользователи бота. Во-первых, мы, а во-вторых, мы подписали некоторых наблюдателей. То есть, они могут себе настроить подписку таким образом, чтобы планы приходили конкретно для телескопов, которыми, на которых они наблюдают. Наблюдатели, то есть, люди на обсиротовое. да, 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 да. Николай, а сколько сейчас пользователей подписано на бот? Ну, сейчас мы сделали таким образом, сейчас пользователи немного, сделали такую штуку, что у нас есть общий канал, в котором приходят и алерты, и планы, и вот, как бы, людям удобно. Так, пока. Спасибо. Спасибо большое.